Ребята, всем привет! Вы на канале Хобби-Отдых, рубрика фотографий в фотостоки. Ну вот, июль, 20 дней пролетело. Я приехал 3 дня назад из Греции. Отдохнул очень хорошо. Отдых очень понравился. Дело в том, что этот отель находится в таком месте, это между Тесалоники и Халкидики, с большой земли на островок. Там есть небольшой перешейк. И вот в этом городе я находился. Это очень классное место, особенно если вы отдыхаете с детьми. То есть, поясню еще в двух словах. С утра до обеда, примерно до 2 часов дня, штиль на море, зеркало, просто обалдеть. То есть, там с детьми очень много народу. Если у вас маленькие дети, 3, 5, 7, 10 лет, вам именно туда. Но если вы любите снорклинг или там еще какие-нибудь другие, дайвинг, это место не для вас, потому что там песчаный пляж, никаких кораллов, ничего нет. Если вам интересно описание отеля и вообще, что там находится, внизу есть две ссылки. Первая ссылочка – описание всего отеля, а второе видео – сам фильм о пляже, описание пляжа. Можете сходить, опуститься, посмотреть и выбрать для себя, надо вам это или нет. Но отдых там обалденный. Значит так, с утра до 2 часов дня штиль полный, но с 2 часов до вечера, ну до захода солнца, начинается прилив и, соответственно, идет волна. То есть, к вечеру, к закату, закат там в 9 часов, волна поднимается до примерно 25-30 сантиметров, не более. Так что, обалдеть. И очень теплая водичка, особенно именно тогда, когда идет волна. То есть, если утром вода примерно, ну так, градусов 26, то к вечеру вода от 30-ти достигает. И потом, если вам не нравится море, детский бассейн, офигеть какой классный. И еще, отель этот, всего, небольшую рекламку делаю. Они мне не проплачивали. Просто-напросто я в восторге от такого отеля. Этот отель совершенно новый. Ему всего 2 года. На территории 4 корпуса. 2 корпуса первая линия. 2 корпуса вторая линия. Ну как вторая линия? Разница между первыми корпусами и вторыми буквально 30-40 метров. И на второй линии, где 2 корпуса стоят. Они со своим бассейном. Тот, кто живет на первом этаже. То есть, вышел на патию и сразу нырнул. Если ты живешь на втором этаже, то у тебя двухэтажные квартиры. На первом этаже гостиная. Там не знаю, что. А на втором, ну да, получается на втором. А так, третий этаж. Там спальня. Вид из окон обалденный. На закат все прекрасно, все видно. Дальше. All-inclusive. Завтрак, обед, ужин. Кормежка обалденная. То есть, повторяющихся блюд практически не существует. Выпивка. Да, все. Ну, я крепкие напитки не пью. То есть, коктейли. Все это, все бесплатно. Вся выпивка бесплатно. Пиво, вина, шампанское и так далее и тому подобное. Советую. Ладно. Давайте приступим к стокам. К фотостокам, к нашим. Значит так. Загружено у меня было немного. Загрузило всего 152 фото и 2 видео. Ну, стыдно, стыдно. Ну, ничего страшного. Сейчас я запущу ролик, что было у меня загружено. Ну, там несколько фотографий на каждый сток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... В конце уже подведу, когда итоги, запущу ролик, что было продано. Значит так. Последнее место занимает CanStock Photo Alami Mosphotos Zero. Седьмое место занимает Bigstock. Продал две фотографии на 1,25$. Шестое место занимает 123RF. Продал четыре фотографии на 2,20$. Пятое место Dreamstime. Продал пять фотографий на 3,67$. Это пятое место Dreamstime. Четвертое место Deposit Photos. Продал 13 фотографий на 4,95$. Нормально продал. Порадовал он. Третье место это Adobe. Продал 12 фотографий на 5,62$. Второе место Pond5. Продал одно видео и одну фотографию на 8,31$. Ну и, как всегда, шаттер это первое место, как у всех. Продал 57 фотографий. Нет, он продал 54 фотографии и 3 видео. На 25,94$. Это одно видео продал сегодня. Цена, она меня удивила. Я нахожусь на шаттере по видео на третьем уровне. Прилетело мне всего-навсего за видео 25 центов. Охренеть! Так, теперь сведения по айстоку за июнь месяц. Было продано. 100... 107 фотографий и 6 видео. Ну и здесь, конечно, у нас начинается. 12 фотографий было продано по 2 цента. 2 фотографии друзья китайцы купили по 1 центу. Там фотографий 5 по 3 цента, 4 цента и тому подобное. Значит, больших продаж не было, жирных. Всего на 43 доллара 91 цент. Итого. Значит, по июлю месяца, с 1 по 20 июля, было продано 152 фотографии и 2 видео на сумму 51 доллара 94 цента. А общая сумма вместе с июньским айстоком 95 долларов 85 центов. Ну, то есть, это июнь весь айсток и 20 дней июля 95-85. Вот. Рад или не рад? Конечно, рад, потому что я отдохнул 7 дней. Ну, я был на отдыхе. Загружал так себе. Накидал в портфель на шаттер порядка, не знаю, скольки. 50 фотографий. И когда у меня время было свободное в отеле, уже вечером поздно. И я их отправлял. Кому сколько досталось на шаттер, все отправил, на бигстрок, что получилось. Ну, и остальные стоки, что получилось. А в основном, в принципе, это я и не запарился с этим. Отдых есть отдых, работа это работа. Новостей, в принципе, больше никаких нету. Собирались в Америку. Америка закрыта напрочь. Никого не пускают, не выпускают. Вот, как-то вот так. Какие у вас там вообще дела? Продажи. Вроде как, я сегодня посмотрел одного блогера. У него тоже июль глухой, тухлый. Не знаю. Фото привет пока молчит. Там в отпуске в Германии что-то делает. И пока один он выпустил бэкстейджик с летающими делами. Все, видоса так от него по отчету никакого нет. Ну, скоро, наверное, приедет, он запустит. Вот, в принципе, все новости. Подписываемся на канал, ставим лайки. Спасибо всем за просмотр. Всем больших и жирных продаж. Все, ребята. Всем пока. Все. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok